В Гомель впервые привезли работы известнейшего французского художника Анри Матисса. Выставка «Взгляд» — это 120 литографий, дополненных цитатами самого мастера из его статей, книг и писем. Экспозиция позволяет лучше понять автора, расширить свое представление о нем как о живописце, портретисте, философе. Без него сложно представить не только живопись, но и скульптуру, и театр. Это художник, который всегда, несмотря ни на что, выбирал лишь солнечную сторону улицы. Его эпоха — это две войны, это социальные катаклизмы, это экономический кризис. Но всего этого нет в его работах. Здесь лишь то, что доставляет людям радость. Нежность, любовь и искренность — этими эмоциями, по мнению искусствоведов, и важен Матис в наше время социальных сетей, где жизнь на показ. Немногие знают, что его творческий путь начался с аппендицита. После операции ему нельзя было вставать с постели два месяца, и мама подарила будущему художнику кисти и краски. Так 20-летний дипломированный юрист оставил работу клерка и записался в школу искусств. В последние годы жизни при помощи обыкновенной цветной бумаги и ножниц художник создавал аппликации. Вершиной экспериментов стала книга, которую он сам написал и проиллюстрировал. Работы этой серии в полном объеме также можно увидеть на выставке. В Рогачевском музее народной славы открыли экспозицию «Красота ушедших лет». Здесь представили антикварные куклы конца 19-го, начала 20-го веков, а также винтажные фарфоровые от всемирно известных производителей из США, Германии, Англии, Франции и других стран. Всего более 200 экспонатов. Среди них есть куклы, стоимость которых стартует от 300 евро. Дополнена выставка антикварными женскими аксессуарами и механическими клетками с певчими птицами. Фотографии и автографы Мадонны, Джорджа Клуни, Педро Альмадовара. Переписка и подарки от Пьера Кардена, Карла Лагерфельда, Патрисии Касс. Редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты, аккредитации к мировым премьерам. Все это и даже больше представлено во дворце Румянцева Хипаскевича на выставке «Звезды знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева». Творческий тандем хорошо известен в Беларуси и за ее пределами проектами, посвященными культурному наследию нашей страны. Репортажная фотография – одно из направлений творчества Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Это дуэт единственной из Беларуси, кто работает на самых престижных кинофестивалях мира класса А. Благодаря этим двум фотографам гомельчане получили возможность увидеть эксклюзивные съемки и фрагменты видеоинтервью с красных дорожек. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В последние дни календарной зимы советуем обратить внимание на театральные афиши и не затягивать с покупкой билетов. 24 и 25 февраля в Молодежном пройдут гастроли Харьковского театра «Лонжерон». Гомельскому зрителю покажут два спектакля «Моня» и «Нежность». В эти же дни у нас будут гостить артисты Брестского театра «Кукол». Они привезут детское представление «День рождения кота Леопольда» и спектакль для взрослых «Холстомер» по повести Льва Толстого. А 29 февраля коллектив Гомельского областного драматического театра представит премьеру – улетную комедию в трех рейсах «Боинг, Боинг, Боинг». И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова